Проект Дух Империи Проект Дух Империи это альтернативная вселенная, в которой Хорус побеждает императора. Развитие истории в данной проекте происходит методом интерактива. Так что такое интерактив? Интерактив это написание событий, в котором участвуют участники проекта от лица выбранных ими персонажей, записанных в ангете. В отличие от обычной ролевой, в интерактиве гейммастер, которым чаще всего являюсь я, описывает произошедшее событие, на которое уже основываются участники. Участникам дается одна неделя на то, чтобы обсудить своим примархам или командирам дальнейшие действия и написать пост действия своего персонажа по соответствующей ссылке по стиле интерактива. То есть, если персонаж находится на корабле легиона, то он должен писать действия своей по ссылке, относящейся к этому кораблю. Персонаж участников может действовать сам и командовать подразделениями, но когда он хочет напасть на персонажа другого участника, у нас происходит сражение в отдельном чате, который называется поединок, с применением бот для ролевок. Я выбрал срок неделю, так как прекрасно понимаю, что большинство участников проекта находятся в разных часовых поясах, и у каждого понятия свободного времени сильно разнятся. По окончании недели я сам прочитываю действия всех участников, убирая или редактируя нелогичные ситуации и рояли, после чего пишу итогом следующий пост интерактива. Таким образом заканчивается акт или его часть. Как только я напишу новый пост, то участников вновь начинается отчет недели. Таким образом события идут до тех пор, пока цель не будет закончена или персонажи не погибнут. Сюджет движется из-за того, что именно будут делать персонажи участников. Мне очень интересно учитывать творческий процесс. Ваш персонаж не обязан дословно выполнять действия своего руководителя, как это часто бывало в истории. Однако полное пренебрежение будет отражено соответствующими последствиями. Каждое ваше действие величет определенные последствия. Бек опирается на оригинальную ересь Вархаммера, но с небольшими поправками, так как многие нелогичные события в художественных книгах я решил убрать или просто отредактировать. Например, у нас Хорус был ранен примархом космических волков на Уланоре, что ослабило его сопротивление богам Хаоса, сделав его событием на Терри больше марионеткой. Никакого уничтожения части души не было, как и то, что чудесным образом корабли космических волков прорвались через всю флотилию Хаоса, попав на Всительный Дух. У нас они просто подготовили засаду на Уланоре, где Лиманрус ранил Хоруса. Именно поэтому любые рояли, перегибы и их действия будут редактированы мной в угоду логики. Если вы хотите участвовать в нашем интерактиве, то в первую очередь вам нужно определиться с его любимым легионом или фракцией, например, Механикус, после чего написать мне или представителю легионной фракции. Я вас переведу на ответственное лицо легиона, который чаще всего исполняет роль примарха. Он сам ответит вам на все интересующие вас вопросы и поможет выбрать или создать персонажа. Желательно, чтобы участники знали общую информацию истории Ереси Хоруса и выбранные ими легион космодесанта или фракции. Однако, если вы владеете малой информацией, то у нас подскажут, что нужно почитать или посмотреть. Коллектив у нас очень дружный, даже несмотря на то, что присутствуют настоящие фанаты своих легионов. У каждого события интерактива есть свой чат, где обсуждаются дальнейшие действия стороны конфликта. У каждого легиона или фракции есть также свой чат, действующий в рамках проекта. Если у вас остались еще вопросы, пишите в комментариях к видео. Будем очень рады новым участникам. Субтитры создавал DimaTorzok